всем привет с вами Тоня и вы на моем канале в этом видео я буду пересаживать на постоянное место вот этот черенок который я укореняла в прошлом видео показывала как я наращивала ему корневую систему с нуля я вам покажу как выросли его корни посажу его в субстрат и все поэтапно а это я хочу пользуясь случаем показать отросток антуриума ванила который я тоже пересаживала на камеру посмотрите динамика его роста он выпустил новый лист такой довольно крупный лист отлично развивается наметил еще один листик вот он посмотрите на его корневую посмотрите вот корень вот это уже новые которые появились туда ушли в грунт другие корни которые появлялись ранее прекрасно развивается все ему нравится примерно по такой же аналогии я посажу отросток от антуриума черный париж уберу ванилу в сторонку и покажу как выросли корни у черного парижа вот достаю его при вас из теплички тепличка это зип пакет и посмотрите на корневую систему вот так она уже сама просится вот так посмотрите на раз на рос корень пока я вижу что он один но ничего он достаточно длинный питание будет антуриуму хватать так сейчас я возьму ножницы и обрежу его от вот этого ствола ствол я кстати выбрасывать не буду который находится в грунте может быть он выдаст еще что-то и так сейчас я возьму ножницы и обрежу так я взяла ножницы сейчас очень аккуратно буду его отделять вот так сейчас еще аккуратно освобожу этот корешок от мха вот видите он красноватого цвета потому что антуриум сам из черного сорта принадлежит сорт черному сорту как правило у черных сортов корни вот такого красного темно-розового цвета сейчас я подсушу ему немного срез где-то в течение 15 минут 10-15 минут и на всякий случай вот здесь при пудрю толченым углям и так пока антуриум подсыхает вот смотрите вот таким толченым углям я ему обрабатываю срез также у других растений обычный уголь для мангала применяю вот опудрила ему срез уберу черенок в сторону чтобы не сломать колей корень очень хрупкий у черенка даю всех антуриумов корни хрупкие когда говорят что антуриумы легко переносят пересадку нет они не легко переносят пересадку они переносят нормально перевалку более или менее а пересадку лучше лишний раз вы только может после покупки производить такую конкретную пересадку и так что я хочу рассказать о субстрате я буду использовать вот такой кокосовый торф составила я этот кокосовый торф из двух торфов разных вот у меня здесь совсем мелкий торф я его в ленте покупала он оказался очень мелкий сейчас я его в фиалке добавляю честно он мне не очень понравился прям труха приходится ему даже немножко просеивать очень затратно по времени мне не нравится и вот такой крупный я нашла в магазине но довольно таки крупный и вот чтоб найти золотую средину вот такой торт прекрасно подойдет для взрослых экземпляров очень понравится им он будет такой воздушный хороший для малыша я все-таки решила их смешать получилось вот так и так как я подготавливаю кокосовый торф вкратце расскажу я его просеиваю мелкий добавляю крупному заливаю водой жду когда он набухнет и обязательно промываю под проточной водой чтобы на всякий случай избавиться от излишних солей и вот получается вот такая нам много не надо для посадки вот он уже довольно таки увеличился в объеме так что еще мне понадобится не понадобится верховой торф вот такой рассыпчатый так субстрат я готовлю не питательный чтобы корешок не загнил у маленького антуриума и еще я добавлю немного мелкой сосновой коры я ее уже нарезала приготовила так примерный примерная пропорция будет один к одному один к одному будет пропорция вот видите вот он прям сильно крупный сейчас даже вот это вот разделю потому что ну куда такие ветки грунт для антуриума очень хороший когда он воздухопроницаемый состоящих из таких грубых компонентов еще я субстрат добавлю купила фикс прайсе уже я попробовала на одном антуриуме принципе не нравится вот биомикориза биомикориза так она нужна для наращивания полезной микрофлоры на корнях саженцев деревьях и кустарников способствуют укоренению приживаемости и росту в корней это то что нужно и так сажать я буду вот в такой прозрачный стакан сделала дренажные отверстия дренаж я не укладываю последнее время я его не применяю и так начинаю готовить грунт сюда я добавляю примерно равную часть к кокосовому торфу на глаз я так примерно отмерила добавляю сосновой коры где-то примерно получается процентов 30 от объема и перемешиваю корни будут малыша дышать грунт субстрат не будет слеживаться благодаря этим компонентам вода будет через субстрат проходить легко не закисать опять же повторюсь если я бы посадила вот в такой мелкий торф который я купила в ленте полив нужно было производить очень аккуратно так как он внутри горшка раскисает держит влагу а сверху а сверху он сухой и можно даже в таком торфе наделать болото и залить свое растение и так я смешала вот даже какая то здесь еще палка пусть будет вам выберу так я думал хватит даже наверное останется контуру за все это время еще подсыхает уже пора ему сажать как я набираю вот так набираю стакан антуриум я буду сажать не прям сильно над поверхностью чтобы случае чего досыпать субстрат так все делаю без дублей так добавляю микоризу чуть-чуть совсем сейчас как немножечко присолю его как вот кулинарии да чуть-чуть присоли размещаю отрусток смотрите грунт субстрат не знаю как правильно сказать субстрат грунт ну смысл понятен да вот так буду держать на весу немного и продолжать подсыпать смесь так аккуратно чтобы ни в коем случае не сломать единственный корень который нарастила тепличку я определять его не буду субстрат влажный сажаю очень аккуратно чтобы не заглубить вот эту точку роста вот эту точку роста ни в коем случае нельзя заглубить вообще ее надо оберегать от воды от излишней влаги чтобы ни в коем случае не началось гниение как я вот по незнанию ванилу свою еще самом начале посадила ну хорошо что сейчас от пенечка идут отличные отростки их уже много так немного не по центру но это не критично потому что отросток еще переживет перевалку в дальнейшем главное чтобы не задеть корневую систему и чтобы отросток пустился в рост вот такая посадка получается буду наблюдать за ростом корневой системы и я тоже подготовила ему кашпо из белого пластикового стакана бутылку поставлю его поставлю я его не на прямые солнечные лучи но на светлое место скоро уже наверно буду включать фитолампы естественно он переедет под фитолампу но месяц он точно еще будет расти у меня на подоконнике поставлю я его на восточный подоконник где у меня жалюзи рассеивают солнечные лучи что предотвратить предотвратить нежные листья от ожога вот такая посадка получилась покажу в дальнейшем как будет развиваться этот отросток но например и ванилы вы видите что посадка такая антуриума маленьким очень нравится всем спасибо кто был со мной подписывайтесь если вам интересно наблюдать за моими антуриумами другими растениями и всем пока